Боевое искусство Добрый день, вы смотрите новости 24. Мы в прямом эфире. И прямо сейчас мои коллеги и я, Тамара Чернова, расскажем вам о событиях города и области. Задержан подозреваемый в жестоком двойном убийстве, совершенном в Богучарском районе. Убиты две пожилые женщины 86 и 75 лет. Это случилось 7 декабря в селе Вервиковка. В дом к старушкам ворвался мужчина и ударом ребра ладони лишил жизни обеих. А затем забрал сбережение пенсионерок 50 тысяч рублей и скрылся. Следователи частично уже восстановили картину произошедшего. 44-летний мужчина, ворвавшись в дом, ударил хозяйку сначала дверью, а потом ребром ладони в область шеи. Увидев это, ее 75-летняя сестра начала звать на помощь, но грабитель таким же образом убил и ее. В настоящее время подозреваемый задержан. В ходе следственных действий дает признательные показания. Установлено, что ранее подозреваемый был объявлен в розыск Богучарским районным судом за совершение иного преступления. В настоящее время в отношении него избраны меры пресечения в виде заключения под стражи. 44-летний нападавший не раз был судим за кражи и ограбления. В этот раз шел на дело с конкретной целью. Осенью он чинил забор у сестер и видел, где они прячут свои сбережения. Сам задержанный признался, что серьезно занимался боевыми искусствами и знал, куда и как надо бить. Следствие продолжается. Владимир Смехнов, Сергей Светашев, Новости 24. Преподаватель Воронежского вуза попался на взятки. Доцент кафедры одного из университетов практически всю жизнь посвятил науке, а теперь может оказаться на скамье подсудимых. 73-летнего мужчину взяли с поличным, когда студенты передали ему деньги за экзамены – 52 тысячи рублей. Причем об этом факте правоохранители предупредили сами учащиеся. С заявлением в полицию обратилась третья курсница. В всей ее группе преподаватель по экономике пообещал проставить оценки за экзамен. Без проверки знаний, но за деньги. Таксу для каждого установил сам от двух до двух с половиной тысяч рублей. За удовлетворительно и хорошо, в зависимости от успеваемости студента. Деньги со всей группы из 24-х человек принесла одна из студенток во двор на улице Лизюкова. С преподавателем они договорились встретиться в выходной день поблизости с местом его проживания. Ну и, соответственно, после обращения в правоохранительные органы данная встреча проходила под контролем сотрудников полиции. Передаваемые денежные средства были заранее переписаны сотрудниками полиции в соответствующий материал оперативно-розыскной деятельности. И после передачи денежных средств эти денежные средства были, соответственно, изъяты у преподавателя. Сам преподаватель задержан. Возбуждено уголовное дело по статье «Получение взятки за незаконные действия». Мужчине грозит до семи лет лишения свободы. Пока, как известно, он по-прежнему работает в ВУЗе. Ну а студентам, судя по всему, пришлось давать сессию на общих основаниях. Елена Тимонова, Сергей Гладков, Новости 24. Почти 34 тысячи преступлений совершено на территории Воронежской области в прошлом году. Почти на 3 тысячи больше прежних показателей. Итоги 2014-го озвучили и обсудили на коллегии регионального управления МВД. 98 убийств, более 250 преступлений с причинением тяжкого вреда здоровью и более 5 тысяч краж. Все эти дела раскрыты Воронежской полицией в ушедшем году. Увеличить раскрываемость преступлений, надеются полицейские, поможет новая ДНК-лаборатория, которая появилась в их распоряжении в 2014-м. Нашу деятельность мы, конечно, обязаны с точки зрения задачи, которую поставили перед долгом ее президентом Российской Федерации, Владимиром Ильичем Путином, министром, и дело Российской Федерации, Владимиром Ильичем Пулахольцем, а также требования, которые определены в директиве МВД России. В структуре Воронежской полиции, как и в других регионах, произошли перемены. Упразднены подразделения анализа, планирования и контроля, которые дублируют функции таких же отделов федерального уровня. Силы ведомства перераспределены. Упразднены отделения по борьбе с организованной преступностью, управление уголовного розыска, кинологическая служба, регистрационно-экзаменационный отдел ГИБДД, то есть подразделения, непосредственно осуществляющие противодействие преступности, а также работа с населением. Результаты работы с населением глава регионального управления отметила особо. В ушедшем году через единый портал МВД воронежские полицейские оказали жителям более двух тысяч услуг в электронном виде и направили более 130 тысяч запросов в другие ведомства, избавив граждан от дополнительной бумажной волокиты. Алена Кульнева, Новости 24. А сейчас время экономических новостей у нас в студии Ирины Логошина. Ирина, добрый день. Что у вас нового? Добрый день, Тамара. Сегодня немного новостей из области статистики. В начале поговорим о зарплатах. Воронеж-штатт посчитал среднемесячную заработную плату работников предприятий и организаций в нашей области за минувший год. 2014 год мы завершили с показателями 23 422 рубля 30 копеек. По сравнению с годом 2013 это на 10% больше. Однако если смотреть на вещи реально, то с учетом инфляции размер заработной платы за год вырос всего на 1,2%. Пособия по обязательному социальному страхованию, в том числе и для семьи с детьми, проиндексированы на 5,5%. Единовременное пособие при рождении ребенка с 1 января увеличилось на 756 рублей. Воронежские мамы начали получать 14 497 рублей 80 копеек. В общем за последние 5 лет сумма пособия выросла на 3,5 тысячи рублей. Минимальный размер пособия по уходу за ребенком до полутора лет для неработающих женщин тоже изменился. Теперь это 2718 рублей за первого ребенка и 5436 рублей за второго и последующего ребенка. Еще немного цифр официальной статистики. Опубликованы данные об изменении цен на рынке жилья. В 2014 году первичное жилье подорожало на 8,6%, а вторичное на 3,6%. В сравнении с 2013 годом темпы подорожания почти удвоились. В денежном выражении по статистическим данным в четвертом квартале 2014 года на первичном рынке стоимость одного квадратного метра жилья составила 44 714 рублей. На вторичном 48 137. И о курсе валют напоследок. 27 января банки покупали доллар за 65 рублей, а продавали за 65,90. Евро можно было купить за 73 рубля 40 копеек, а продать за 73,95. На этом я завершаю. Всего вам доброго. У меня все новости на сегодня. Спасибо, Ирина. А мы продолжаем выпуск. Жители Масловки накануне ночью вспомнили лето 2010-го, когда в результате пожаров там пострадало несколько десятков домов. Дело в том, что в поселке загорелся старый дом, расположенный в считанных метрах от жилых зданий. Огненное зарево разливалось на улице 206-й стрелковой дивизии около 12 ночи. Горел заброшенный дом, так что за жизнь хозяев, спасателям можно было не беспокоиться. А вот у людей, живущих по соседству, разрастающийся огонь вызвал настоящую панику. Вера Столярова испугалась за маленького ребенка. Ее семья живет прямо за эпицентром пожара. Не дожидаясь спасателей, Вера и другие местные жители попытались предотвратить возможные страшные последствия. У нас машины стоят во дворе. Первая мысль, машины загорятся, взрыв, все, у меня сразу все пробежало, я быстрее. Тут столб, вот так вот огонь, дым вообще валит просто невероятно. Мы выгнали машины быстро. Начали пытаться у нас колонка разморозить, она замерзла, ну замерзла, естественно, зима. Вот, и мы кто что делает, в общем, все перепугались. Пожарные приехали быстро, но им пришлось потратить три часа, чтобы полностью ликвидировать огонь. По поводу причины пожара местные жители высказывают сразу несколько предположений. По одной из версий, разжечь пламя могли наркоманы, которые, по словам людей, давно облюбовали неживой дом. Не исключает и вариант целенаправленного поджога. Здание якобы не раз пытались выкупить у администрации, но цена оказалась слишком высокой. Теперь во всех этих версиях предстоит разбираться экспертом. Марина Славьева, Сергей Гладков, Новости 24. Медведи-боксеры, роллеры и даже байкеры. В Воронеже выступают животные на все лапы мастера. Таких привезла в наш город легендарная цирковая династия Филатовых. Артисты с мировым именем почти два века на арене. Они не перестают удивлять искушенного зрителя. Цирк «Медвежий» открывает его бурый мишка. И тут же под купол цирка взлетает эквилибрист. А внизу сумасшедшие трюки на велосипеде выделывает жонглер. Животные тоже не отстают. Собака-супермен, как и человек, здесь тоже бесстрашно. Внимание! Прыжок шести метров! Яркие номера динамично сменяются один за другим. В красочном представлении даже животные красочные. Ой, собаки вообще прикольные, да. Пудели такие разноцветные. Фотографировались на память с собаками. Красочные никогда не видели, чтобы они крашеные были. Мы очень хотим увидеть медведей. Сколько ходили, по-моему, еще ни разу не было. А что творят медведи? Такие трюки на катушках не делают ни в одном цирке мира, кроме Филатовых. Научить мишку кататься на велосипеде тоже задача не из легких. На это уходит с десяток месяцев. А некоторые трюки подсматривают в зоопарке. Например, жонглирование было взято как раз из зоопарка. Потому что медведь там, ему делать нечего было. Он это бревно через себя все время переворачивал. Старался перевернуть. Ну и так вот возникла идея создать вот этот трюк жонглирования. В представлении также австралийские пеликаны, носухи, ламы, верблюды и дикобразы. Гастроли цирка Филатовых продлятся в Воронеже до 23 февраля. Елена Тимонова, Вадим Кузин, Новости 24. В Воронеже состоялся ежегодный фестиваль фолк-музыки «Этноград». Впервые его начали проводить в 2011 году. И с тех самых пор поэты, барды, министрели и их слушатели собираются вместе в январе, чтобы насладиться народной музыкой. И хотя концерт проходит без особого аншлага, преданные поклонники такого направления, как фолк, его не пропускают. Ксения не расстается с гитарой вот уже несколько лет. Осваивать инструмент начала еще в подростковом возрасте, глядя на музыкальное творчество своих друзей и знакомых. Сюжеты для песен находит в своем воображении и с удовольствием делится ими со всеми окружающими. Называет себя бардом, министрелем и поэтом одновременно. Ну, бард это больше все-таки русское, ну, на мой взгляд, русское немножко течение, такие задушевные русские песни, про русскую природу, про русский фолк. А фолк, я более считаю, такие ирландские направления и так далее. То есть это фолк, это как бы немного иностранное, а бард это наше. По сути же, бард и министрель ничем не отличаются. Это музыкант, который исполняет песни на собственные стихи. Послушать странствующих поэтов собрались самые разные люди. Но большинство, конечно, музыканты, которые сами неравнодушны к фолку. Я живу достаточно уединенным образом жизни, на природе, в небольшом домике, служу в православном храме, звонарем основу. Я люблю фолк-музык, и в последнее время я ей живу. Это не поп-музыка, поэтому и слушателей на подобных концертах не так много, говорят организаторы. На фестивале, рассчитанном на пять часов, до самого конца остаются лишь истинные фанаты. Не особо интересуются, в общем-то, фолком, но те, кто интересуются, они любят и живут в этом. Впрочем, по-настоящему увлеченным людям аншлаг и не нужен. Группа «Серпенте» исполняет свои произведения на разных языках. Настроение и эмоциональный посыл понятны всем, кто ценит звук необычных музыкальных инструментов и интересные вокальные находки. Владимир Смехнов, Вадим Кузин. Новости 24. О погоде нам расскажут с вами прямо сейчас. Ровно 19.00. Не пропустите наш вечерний выпуск новостей. Я с вами прощаюсь до завтра. Всего вам хорошего и проведите этот день плодотворно. Редактор субтитров А.Семкин